Беседа 83, Матфея 26, 36 Потом приходит с ним Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеледеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Так как ученики неразлучны были со Христом, то он и говорит им, посидите тут, доколе я помолюсь. Он имел обыкновение молиться без них. Делал же это он для того, чтобы и нас научить доставлять себе во время молитвы безмолвие и совершенный покой. С собой берет только троих и говорит им, душа моя скорбит смертельно. Для чего он не взял всех? Для того, чтобы они не подверглись падению. И взял только тех, которые были зрителями его славы, но и этих он оставляет. И Аташей немного пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно. Не без причин он обращается особенно к Петру, тогда как и другие ученики также спали. Но и здесь укоряет его по той же причине, которую я указал раньше. Потом, так как и прочие тоже самое говорили, когда Петр сказал, «Если бы надлежало мне и умереть, то не отрекусь от тебя» свидетельствует Евангелист также, и все ученики говорили тоже, «то обращается ко всем и обличает их слабость. Те, которые прежде решались умереть с ним, теперь не могли бодрствовать и сострадать ему в его скорби. Но побеждены были сном. Он же прилежно молится, чтобы это действие не показалось притворством. По той же причине истекает из него и пот, чтобы еретики не сказали, что его скорбь была лицемерную. Поэтому и пот истекает из него в виде капли крови, и для подкрепления его явился ангел. И было много других признаков страха, чтобы кто не сказал, что это слова ложные. По этой же причине он и молится. А когда говорит, если возможно, доминует, то показывает этим свое человеческое естество словами, «впрочем, не как я хочу, но как ты», показывает свое мужество и твердость, научая нас повиноваться Богу, несмотря на противодействие природы. А так как для неразумных недовольно выражать скорбь на одном лице, то он прибавляет и слова. Опять, так как недостаточно было одних слов, а требовали самые действия, то он со словами соединяет и самое дело, чтобы самые притязательные противники поверили, что он и вочеловечился, и умер. Если при всех этих знамениях находятся такие люди, которые не верят этому, то тем более не поверили бы, если бы ничего такого не было. Смотри, какими знамениями он доказывает истину благодатного строительства, и словами, и страданиями. Затем, придя к ученикам, говорит Петру, «Так, не могли вы один час пободрствовать со мною?» Все спали. Между тем он обличает Петра, напоминая ему прежние его слова. «Слово со мною, но потребил здесь не без причины», и как бы так сказал, «Ты не можешь со мной бодрствовать, как же положишь за меня душу?» То же самое выражается и в следующих словах, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Смотри, как и здесь он учит их не гордиться, но смирить мысль в твою сердце и предать все Богу. То обращается к Петру, то ко всем вместе. Именно говорит одному ему, «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеял вас, но я молился о тебе». А всем молитесь, чтобы не впасть в искушение. Везде сокрушая их гордость и заставляя заботиться о себе. Далее, чтобы обличение его не показалось жестоким, прибавляет дух бодр, вплоть же немощно. Хотя ты, говорит он, и желаешь презреть смерть, однако не можешь, пока Бог не поможет тебе, потому что все плотское унижает дух. И снова молится о том же, говоря, «Отче, если возможно, не может чаша себе миновать меня, чтобы мне не питье, да будет воля твоя». Показывай тем, что он совершенно согласуется с волей Божией, и что во всем должно сообразоваться с нею и искать ее. И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Кроме того, что тогда была глубокая ночь, очи их были еще отягчены печалью. И отойдя от них в третий раз, помолился, сказав то же самое, чтобы подтвердить, что он был совершенный человек. Слова во второй раз и в третий раз в Писании употребляются для значения несомненной достоверности чего-либо. Так Иосиф говорит фараону, «Во второй раз тебе явился сон ради истины, и чтобы уверить в тебя, что это действительно исполнится». Поэтому и Христос говорит то же самое и в первый, и во второй, и в третий раз, для того, чтобы уверить в своем домостроительстве. Для чего он приходит во второй раз? Для того, чтобы обличить их в том, что так погрузились в печаль, что не чувствовали даже его присутствия. Впрочем, он не стал обличать боли, но несколько удалился от них, обнаруживая этим их великую слабость. Когда они, несмотря на обличение, не могли бодрствовать, а не разбудил их и не обличает снова для того, чтобы не поразить еще более уже пораженных, но отошедший от них, помолился и, возвратившись, сказал, «Итак, Симон говорит им, «Ты все еще спишь и почиваете?» Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Хотя это время надлежало бодрствовать, но Христос желает показать, что они не перенесут зрелище бедствий и рассеются от ужаса, что он не имеет нужды в их помощи, и что он, необходимо, должен быть предан и говорит, «Вы спите еще и почиваете?» Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Этим он снова показывает, что все происходившее с ним было делом домостроительства. 831. Не только первые слова, но и следующее в руки грешников. Служит к ободрению их духа, показывает, что совершающееся над ним есть дело злобы грешников, а не его вины в каком-либо грехе. «Встаньте, пойдем!» Вот приблизился предающий меня, всем этим он научает их, что происходившее есть дело не необходимости и не немощи, но некоторого высочайшего промышления. Он предвидел, что придет его предатель, и не только не бежал, но пошел даже навстречу ему. И когда он еще говорил, вот Иуда один из двенадцати пришел, и с ним множество народов с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Хороши же орудия у священников, они идут с мечами и дрекольем. Иуда сказано с ними один из двенадцати учеников, евангелист опять называет его одним из двенадцати и не стыдится. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. О, какое злодеяние взял на душу свою Иуда! Какими глазами он смотрел тогда на учителя? Какими устами лобызал его? О, преступная душа! Что он умыслил, на что отважился? Какое дал знамение предательства? Кого я поцелую, сказал он. Он надеялся на кротость учителя, между тем более всего и должно было посрамить его и лишить всякого извинения то, что он предал столь кроткого учителя. Но для чего же ты скажешь, он дал знак? Для того, что Иисус часто, когда его брали, удалялся от них невидимо. И в этом случае могло быть то же самое, если бы он сам не восхотел предаться. Желая вразумить Иуду, он ослепил пришедших взять его и сам спросил их, кого ищете? Но они не узнали его, хотя были с факелами и светильниками и имели с собой Иуду. Потом, когда отвечали Иисуса, тогда он сказал им, «Я есть, которого ищете», и обращаясь к Иуде и говорит ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Таким образом, позволил взять себя тогда уже, когда показал свое могущество. А евангелист Иоанн повествует, что и в этот самый час Христос старался вразумить Иуду, говоря Иуда, «Лапзанем ли предаешь сына человеческого? Не стыдно ли тебе предавать таким образом?» Впрочем, так как он ему не воспрещал и этого, то и допустил лапзания и сам себя добровольно предал. И враги возложили на него руки и взяли в ту самую ночь, которую совершали Пасху. Так они раздражены были, так неистовствовали. Впрочем, они ничего бы не могли сделать, если бы он сам не попустил этого. Но это не освобождает Иуда от ужасного наказания, а подвергает его гораздо большему осуждению, потому что он, видя столь великое доказательство и могущество, и снисхождение, и смирение, и кротости своего учителя оказался лютее всякого зверя. И так, зная это, будем избегать любостяжания. Оно именно тогда довело Иуду до неистовства. Оно научает крайней жестокости бесчеловечию тех, которыми обладает. В самом деле, если оно заставляет отказываться от собственного спасения, то тем более располагает к пренебрежению спасением других. И страсть эта настолько сильна, что иногда превозмогает над самым сильнейшим плотским вожделением. Поэтому с большинства дом упоминаю, что многие удерживались от распутства потому только, что жалели денег, а между тем не хотели жить целомудренно и честно по страху Христову. Будем же бегать любостяжания, я не перестану никогда говорить об этом. Для чего ты, человек, собираешь золото? Зачем налагаешь на себя столь тяжкое рабство, столь трудное попечение, столь сильную заботу? Положим, что тебе принадлежало бы все золото, скрытое и в рудниках, и в царских чертогах. Обладая таким множеством золота, ты стал бы только беречь его, а не пользоваться им. Если ты и теперь не пользуешься тем, что имеешь, но бережешь, как чужое, то тем более стал бы поступать так, если бы имел больше. Обыкновенно серебролюбцы чем более имеют, тем более берегут свое имение. Но я знаю, скажешь ты, что это мое. Следовательно, твое приобретение состоит только в одной мысли, а не в употреблении. Но при богатстве ты скажешь, меня будут бояться другие. Напротив, через это ты станешь более доступным и для богатых, и для нищих, для разбойников, клеветников, рабов и вообще всех коварных людей. Если хочешь быть страшным, то уничтожай причины, по которым могут уловить и оскорблять тебя все, которые стремятся к этому. Уже ли ты не слыхал пословицы, нищего и неимущего не могут ограбить и сто человек? Бедность служит ему сильным защитником, которого не может взять и покорить даже сам царь. 833. Между тем, сребролюбцу все причиняют скорбь, не люди, но и моль, и черви против него вооружаются. И что, говорю, моль? Одно только время без других причин может нанести величайший вред сребролюбцу. Итак, какое же удовольствие в богатстве? Я вижу одни горести. Покажи ты мне от него удовольствие. Но какие горести ты скажешь? Заботы и наветы, вражда, ненависть, страх, ненасытная жадность и печаль. Если бы кто имел вожделение, какой-либо любезной ему девице, и между тем не мог бы удовлетворить своему вожделению, то терпев бы от этого жестокое мучение. Так бывает и с богатым. Хотя он имеет бесчисленные сокровища и живет только ими, однако не может удовлетворить всего своего желания. С ним бывает то же самое, что говорит премудрый. Желание с копца расплить девицу. Сирахов 22. И также и евнух, который осязает девицу, обнимает и воздыхает. Также 30. 21. Так и все богатые. Но кто может исчислить и другие неприятности, соединенные с богатством? Как всем несносим сребролюбец, слугам, земледельцам, соседям, правителям, обижаемым, необижаемым, особенно жене, а более всех детям. Он воспитывает их не как свободно рожденных, но хуже, чем рабов и невольников. Он имеет бесчисленные случаи навлекать на себя гнев, оскорбление, ярость, смех других, служат для всех предметом посмеяния. Вот сколько у него неприятностей. И может быть еще более, потому что нельзя всех исчислить. Но один только опыт может показать их. Скажи же теперь ты, какое удовольствие получаешь от богатства? Ты скажешь, меня считает богатым. Но какое удовольствие считать богатым? Ведь имя богатого составляет еще ничего существенного. Но богатый таким мнением о себе услаждается. Услаждается тем, о чем бы надлежало скорбеть. Почему же ты скажешь скорбеть? Потому что это делает его ни к чему негодным, малодушным, немужественным в путешествиях и в смерти. Предпочитая богатство всему, он любит более деньги, нежели свет солнечный. Его не веселит ни небо, потому что оно не приносит ему золото, ни солнце, потому что оно не испускает золотых лучей. Но есть такие, ты скажешь, которые наслаждаются имуществом, удовлетворяя прихоть и чреву, предаваясь пьянству и употребляя на это огромные издержки. Ты указываешь мне на богачей, которые еще хуже тех, так как они-то более всего и не наслаждаются своим богатством. Богатый, о котором я говорил, будучи предан одной страсти, по крайней страсти порабощается еще множество других. Служат каждый день, как лютым владыкам чреву, сладострасти, пьянству и другим видам невоздержания. Содержат блудниц, делают великолепные пиры, покупают себе тунеядцев, льстецов, унижаются до противоестественного вожделения, и этим причиняют душе и телу бесчисленные болезни. Они тратят свое богатство не на нужное, но на то, что вредит телу, а вместе с ним развращает и душу, и поступает точно так же, как если бы кто украшает тело свое, думал, что он тратит имущество для своей пользы. Таким образом, только тот один получает удовольствие от своего богатства, и бывает господином его, кто пользуется им надлежащим образом. А те, о которых мы говорили, суть рабы его, и невольники, так как усиливают недуги телесные и болезни душевные. Что за наслаждение там, где стеснение, вражда и возмущение свирепи всякой морской бури? Если богатство достается глупым, то оно делает их еще глупее, если распутному, то распутнее, но какая ты скажешь польза бедному от благоразумия? Тебе, естественно, не знать, ведь и слепой не знает, какую пользу доставляет свет. Послушай, что говорит Соломон, есть изобилие мудрости, хуже безумия, как и изобилие света, хуже тьмы. Ипсиаста 2.13 Но как нам разумить человека, пребывающего во тьме? А сребролюбие есть истинная тьма, так как оно препятствует видеть вещи, каковы они сами в себе, и представляет их в другом виде. Как находящийся во тьме хотя бы имел перед собой золотой сосуд, или драгоценный камень, или пурпуровую одежду, счел бы все это за ничто, потому что он не видит их красоты, так и сребролюбец не видит, как должно красоты вожделенных благ. Рассей мрак, происходящий от этого недуга, и тогда увидишь вещи в их существе. Они никогда так не открываются, как в бедности, никогда так не обнаруживается ничтожность того, что кажется чем-то существующим, но в самом деле есть ничто, как при жизни строгой и умеренной. 835 Но о, бессмысленные! Вы, которые клянете нищих и говорите, что стыдно взглянуть на их домы, на их образ жизни, что от нищеты все делается гнусным, скажите мне, что составляет посрамление для дома? Уже ли то, что нет в нем ложа из слоновой кости или серебряных сосудов, а все сделано из глины и дерева, на это-то и составляет величайшую славу и знатность дома? Когда они заботятся о вещах житейских, тогда часто всю заботу и попеченье обращают на пользу души. Поэтому, когда замечаешь большую заботливость о внешности, тогда стыдись этого, как великого безобразия. Домы богатых особенно безобразны. В самом деле, когда ты видишь дом, в котором столы накрыты коврами, ложи украшены серебром, как в театре, как на сцене, что может сравниться с таким безобразием? Какой дом более уподобляется части театра, назначенный для плясок или тому, что здесь происходит? Дом ли богача или дом бедного? Не очевидно ли, что дом богатого? Таким образом, этот дом преисполнен безобразием. А какой дом подобен дому Павла или Авраама? Без сомнения, дом бедного. Поэтому-то он особенно красив и знатен. А чтобы тебе увериться в этом, что бедность служит особенно украшением дома, войди в дом Закхея и узнай, как он украшал его, когда хотел посетить его Христос. Он не побежал к соседям просить у них ковров, седали чистого новой кости, не вынимал из кладовых драгоценных покрывал, но украсил весь дом украшением приличным Христу. Какое же это украшение? Половину имения моего я отдам нищим, Господи, говорит он, а если кого чем обидел, возвращу четверо, так и мы должны украшать домы, чтобы и нас посетил Христос. Это то и есть ковры драгоценные, они приготовляются на небе, там ткутся, где есть и это там присутствует и Царь Небесный. Если же ты украшен чем-либо иным, то призываешь к себе дьявола и его служителей. Христос был и в доме мытаря Матфея, что же этот сделал? Прежде всего украсил себя усердием, потом тем, что оставил все и последовал за Иисусом. Так и Корнили украшал дом своими молитвами и милостынями, а потому и до ныне блистает он более, нежели царские чертоги. Подлинно безобразие дома состоит не в том, что в нем сосуды лежат в беспорядке, ложа не убрана, стены закопчены дымом, а в грехах живущих в нем. Это ясно показывает Христос. Он не постыдился войти в подобный дом, когда в нем жил человек честный. Напротив, в другой дом, хотя бы в нем был золотой потолок, никогда не войдет. Поэтому тот дом, который принимает владыку всех, блистательнее царских палат. А этот золотым потолком и золотыми столбами подобен нечистым стокам и водопроводам, потому что украшен сосудами дьявольскими. Впрочем, сказанное мною относится не вообще к богачам, пользующимся богатством по-надлежащему, но к скупым и сребролюбивым людям, которые заботятся не о нужном, но о пресыщении чрева, о вине и других подобных мерзостях, тогда как в доме бедном заботятся только о строгой жизни. Вот почему Христос никогда не входил в блистательный дом, но был в доме мытаря, начальника мытаря и рыбака, оставя царские палаты и тех, которые облекались в дорогие одежды. Итак, если и ты желаешь призвать его в свой дом, то украсть последний милостынями, молитвами, сеночными бдениями и усердным молением. Это и составляет украшение для царя Христа, а внешняя пышность есть украшение для мамоны, врага Христова. Итак, никто пусть не стыдится иметь бедный дом, если в нем есть такие украшения, равно никто из богатых пусть не гордится великолепным домом. Напротив, пусть стыдится, и оставя его, пусть поревнует о первом, чтобы и на земле принять Христа, и на небе удостоиться вечных селений, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok